Менее одного месяца остается у 11-ти классников российских школ на подготовку к сочинению. Оно теперь обязательное и является допуском к единому госэкзамену. Рособорнадзор сообщает, что за сочинение можно получить зачет, либо незачет. Проверить себя будущие выпускники и выпускники прошлых лет смогут уже 3 декабря. На что нужно сделать упор? Об этом нашему телеканалу в интервью рассказала исполняющая обязанности начальника окружного управления образования, молодежной политики и спорта Леана Храпова. При написании сочинения необходимо заметить, что есть основные принципы, которые не должны настораживать и беспокоить родителей, будущих выпускников. Это касается того, что выпускники, ребята, будут писать непосредственно у себя в школах, что оценка – это зачет, незачет. Они могут пользоваться орфографическим словарем, будет оцениваться критерием общего оценивания. Будет неграмотность при написании сочинения, а уровень зрелости выпускника. И, безусловно, будет возможность у выпускника пересдать сочинение – это 4 февраля и 6 мая. Писать, ребята, будет 235 минут. В дальнейшем написание сочинения позволит, при поступлении в профильный ВУЗ, позволит им получить дополнительные баллы от 0 до 10. И поэтому вот это новшество, которое появилось введенное сочинение, хотелось бы еще раз акцентировать внимание родителей на то, чтобы они не переживали. Это абсолютно новые мероприятия, и мы думаем, что все достойно справимся с этим. Но перед тем, как написать сочинение, выпускникам предстоит возможность опробовать свои силы на практике. 20 ноября пройдет репетиция сочинения. Написать его предстоит всем, за исключением выпускников прошлых лет, которым при поступлении в ВУЗа не потребуется русский язык или литература. Подать заявку на написание сочинения можно уже сейчас. Их принимают до 15 ноября по адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Итак, предоставить заявление необходимо в Ненинский региональный центр развития образования. Он расположен на Волчейского, 14 цокольный этаж, вход со стороны бывшей 4-й школы. Если у вас возникли вопросы, ответить на них готовы специалисты окружного управления образования. Телефоны 4-32-74 или 4-30-39. Напомню, тот, кто получит незачет, может переписать работу. А если попытка снова окажется неудачной, написать сочинение разрешат только через год. Без итогового сочинения допуск ЕГЭ невозможен. Вместо срока деньги сотрудники полиции продолжают предлагать жителям региона добровольно сдать незаконное оружие. В обмен правоохранители обещают не возбуждать уголовное дело, а самым сознательным гражданам еще и заплатить. Чтобы получить вознаграждение за незаконно храняющееся оружие, человек должен прийти в полицию и написать заявление. Либо же просто сообщить правоохранителям о его местенахождении. Впрочем, сдать добровольно можно не только огнестрельное оружие. В список также попали и различные боеприпасы. Это патроны и взрывные устройства. К примеру, за огнестрельное оружие полицейские выплатят 15 тысяч рублей, 6 за служебное, спортивное или охотничье ружье. За добровольную сдачу взрывчатых устройств положено 3 тысячи рублей. За газовое или травматическое оружие выплатят вознаграждение в размере 2,5 тысяч рублей. За каждый патрон полагается 10 рублей. За 9 месяцев этого года жители Ненинского округа уже добровольно принесли в отделение полиции 24 охотничьих и гладкоствольных ружей, а также один сигнальный пистолет. Подробную информацию по выплатам можно получить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. У пьяных водителей заберут автомобили. Минюст разработал законопроект, в котором предлагается временно забирать транспорт у нетрезвых водителей. Задержать машину могут и у тех, кто отказался пройти медицинское освидетельствование на алкоголь. Об этом пишет Российская газета. Порядок предлагается такой, если водитель будет пойман пьяным за рулем, его машину заберут и отгонят на специальную стоянку. На самого нарушителя заведут административное дело. И как только он протрезвеет, машину можно будет забрать. Но для этого придется внести залог, проще говоря, заплатить штраф. Напомним, что за управление транспортным средством водителям, находящимся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Депутаты Нинецкого округа приняли решение снизить налоговую нагрузку для индивидуальных предпринимателей, работающих на территории региона. А именно, законотворцы уменьшили размер оплаты за патенты. В будущем бизнесменам это даст возможность легально осуществлять свою деятельность. Тем самым, уверены депутаты, увеличится занятость населения, в том числе в сельской местности, что для Нинецкого округа немаловажно. Уже известно, что стоимость патента уменьшена на перевозке водными видами транспорта, как пассажирскими, так и грузовыми. Также более чем в два раза снижена размер оплаты за патент по грузоперевозкам на автомобильном транспорте. Если ранее стоимость в регионе составляла 102 тысячи рублей, то сейчас она равна 45 тысячам. Важная часть закона, считают депутаты, это снижение налогового времени по видам предпринимательской деятельности, слабо развитой в селе. Сейчас цена патента уменьшена в разы, а где и в шесть раз. Минимальная стоимость патента составит 1500 рублей в год. Любой сельский житель, зарегистрировавшись предпринимателем, сможет заплатить 130 рублей в месяц и заниматься той работой, которая ему по душе, и которая востребована в том или ином населенном пункте. Мы долго обсуждали у себя на собрании депутатов этот действующий закон. И пришли к мнению, что необходимо уменьшить размер патента с тем, чтобы дать возможность предпринимателям легально осуществлять предпринимательскую деятельность и уменьшить налоговую нагрузку. И еще тем, чтобы увеличить занятость населения, особенно на селе. Получить квалифицированную юридическую помощь, причем совершенно бесплатно, жители Наринмара смогут 26 ноября. В эту дату отметят очередной день юстиции. Правозащитники будут готовы проконсультировать граждан по самым различным вопросам. Бесплатную юрпомощь всем желающим окажут адвокаты, нотариусы, специалисты, Росреестра, отделение пенсионного фонда, служба судебных приставов, архангельской таможни, налоговики и сотрудники ЗАГСа. Задавать вопросы можно будет различных областей права, в том числе жилищного, трудового или семейного. И так напомню, получить бесплатную консультацию жители Наринмара смогут 26 ноября с 15 до 18 часов в культурно-деловом центре Арктика. Прием будет вестись в порядке живой очереди. В ноябре истекает срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2014 год. Для жителей города Наринмара и Нинецкого округа установлены сроки уплаты по налогу на имущество физических лиц не позднее 5 ноября 2014 года. По транспортному налогу не позднее 10 ноября 2014 года. По земельному налогу не позднее 17 ноября 2014 года. Если по какой-либо причине граждане своевременно не уплатили имущественные налоги, то в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на сумму задолженности начисляется пение за каждый день просрочки платежей, а также применяется комплекс мер принудительного взыскания задолженности. Уплатить налоги можно не только в отделениях в банках, но и обратившись по интернет-сервису «Заплати налоги» на сайте Федеральной налоговой службы. Есть еще более удобный сервис – личный кабинет налогоплательщика физического лица. Он позволяет налогоплательщику получать актуальную информацию о налоговой задолженности, о суммах начисленных и уплаченных платежей, об объектах недвижимого и движимого имущества. Кроме того, в личном кабинете можно распечатать налоговое уведомление и квитанцию и оплатить в режиме онлайн. Можно обратиться также в инспекцию без личного визита. В аппарате Нейнского округа созданный постоянно действует телефон доверия для приема сообщений и мониторинга фактов проявления коррупции государственными гражданскими служащими округа и лицами, замещающими государственные должности Нейнского округа. Любой житель НАУ может в круглосуточном режиме позвонить по телефону 2-15-69 и оставить свое сообщение на автоответчике. Также можно поделиться информацией о неисполнении служебных обязанностей со стороны государственных гражданских и муниципальных служащих, превышении служебных полномочий, нарушении ими прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а также фактов вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях. Информацией, поступившей на горячую линию, обеспечивается конфиденциальный характер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дни проведет встречи со школьниками и студентами, чтобы напомнить им правила поведения на льду. Главное управление МЧС ОСЕИ напоминает, что выход на лед в период ледоставок категорически запрещен.